Есть святые, с которыми складываются у человека буквально личные отношения. Так у меня с государем. Я вообще считаю, что любовь к царю – это вещь сугубо личная, такая интимная. Я воцерковился, я бы не сказал, что у меня было какое-то особое отношение к царю. Негативное, позитивное. Но вот Господь так устроил, что я постоянно в своей жизни раз за разом стал сталкиваться с замечательной, чудотворной, мироточивой иконой государя. В первый раз это было, когда на рубеже 2000-х годов мы отправились в крестный облет вокруг России по самому периметру страны. На самолете МЧС было собрано очень много святынь из самых разных обителей. Но как-то так получилось, что всем стало очевидно, что вот эта икона, она заняла центральное место. Действительно происходили чудеса. Она, икона эта, стояла в иллюминаторе, в таком специальном незамерзающем иллюминаторе, который и предназначен для того, чтобы всегда можно было смотреть вниз на стихийные бедствия. Он не должен был ни запотеть, ни замерзнуть никогда. Тем не менее, когда икона была поставлена туда в первый раз, и так было каждый день, как только самолет набирал определенную высоту, вокруг этой иконы намерзала идеально пририсованная ледяная корона. Вот это мы снимали и на видео, и фотографии такие есть. Икона мироточила, конечно, происходили чудеса. И лично со мной, вот я в первый раз, мы летели вокруг, старались, конечно, молиться, не прекращая. В воздухе, акафист за акафистом, на земле ночные молитвы читали псалтырь. И я как-то чуть-чуть смущался в то время, это было уже давно. Но я как-то с трудом по-церковно-славянски читал, такой еще шрифт. Но я вот, когда наступила очередная ночь, сел, с трудом что-то начал через пень-колоду. И вдруг я поймал себя на том, что я свободно читаю в какой-то момент. Вот с тех пор так и получилось, что я читаю. И икона, она ведь живая, она сразу откликается на молитву. Слева волна благоухания. Она, кстати, рядом со мной здесь, вот в этом иллюминаторе. Волна благоухания. Я уже знаю, что происходит, потому что видел, как это бывает. Волна благоухания. Это значит, какие-то зоны иконы уже запотели. Эти вот микроскопические капельки, они конденсируются в итоге в большую каплю, и потекла струя. Иногда бывает несколько струй. Вот эти вещи, они, вы знаете, проникают в самое сердце. Мы старались, молились, и Бог знает, что произошло бы, если бы не было этого полета. Полет был охранительный, конечно. Но, по крайней мере, хронологически получается так, что вскоре после этого заглох вот этот ужас Чеченской войны. Наверное, чего-то и другого страшного не произошло. Когда мы летели уже по крайнему северу, и был полярный день, солнце не заходило, перепутались часовые пояса, и мы уже не понимали, два часа дня или ночи. Мы спрашивали иногда пилота, сколько еще до Анадыря, например. Он уже, привыкнув к нашему ритву, отвечал, ну еще пару акафистов. То есть это вот уже стало такой единицей измерения. Мы попали в такое молитвенное пространство вечности, где вот эта условность времени действительно стала чем-то условным просто. Ну и какие-то несколько раз в моей жизни происходили удивительные случаи, связанные с этой иконой, с царской темой вообще. Тогда ведь, как вы помните, очень сложно обсуждался вопрос о канонизации царской семьи. И вот буквально накануне того юбилейного архиерейского собора я со съемочной группы присутствовал в Дивеево, патриаршее богослужение. Через две недели будет решаться вопрос о прославлении царской семьи, потому что были ведь архиереи, которые говорили, только через мой труп будет прославлен царь. Были такие архиереи. И вот, вы знаете, по ходу литургии, и особенно когда уже начинался крестный ход, сказать, что возник какой-то необычайный природный катаклизм, какая-то необычайная гроза, какой-то необычайной силы ветер, необычайной силы ливень – это ничего не сказать. Действительно происходило такое, небо было такое, как будто это какой-то голливудский фильм ужасов, снятый с помощью компьютерной графики, но все это было в яве. Молния ударила куда-то в купол, посыпались лампочки на голову патриарха битые. Начался крестный ход, смотрю, кого-то из батюшек уже несут на руках, что-то произошло. Ну и просто народ так вот возроптал. Такие были слова. Батюшка Серафимушка серчает, потому что не хотят пославлять царя. А буквально через две недели, когда состоялся архиерейский собор, как мне рассказывали, святейший патриарх Алексей II сказал, «Прошу голосовать за, значит, за канонизацию царской семьи, голосовать вставанием». И встал первым, и встали все. Вот не знаю, как бы сложилось, но вы понимаете, что произошло? Царь, который меня прославит, того и я прославлю. Вот это произошло на моих глазах. Такие вещи, конечно, не забываются. Когда вы там рассказываете, просто у меня мурашки по спине идут. Вот это прикосновение к этой тайне. Когда мы говорим о ритуальных убийствах, те люди, которые маломальские, сведущие в этой теме, они, конечно, вспоминают записку Владимира Даля, которая посвящена этой теме. Ну, Даль всем известно, что это наш замечательный великий филолог, автор словаря, но, собственно говоря, это было его хобби. Вообще он по образованию был медик и служил чиновником по особо важным делам при Министре внутренних дел. Поэтому, когда возникали какие-то особые дела, поручалось ему. И вот из наших западных губерний, из наших западных пределов все чаще стали поступать сведения о страшных и странных смертях детей, чаще всего мальчиков, как правило, привязано, это было к определенной дате, к определенным праздникам религиозным, и эти тела были, как правило, обескровлены, благодаря тому, что была сделана масса точечных уколов, те вот места, которые наиболее кровоточивы. Владимир Иванович Даль пришел к выводу, что это, возможно, действие изуверской секты хасидов. Вообще, если говорить шире и подходить к этому вопросу, то надо понимать, что человеческие ритуальные убийства – это, по сути дела, принадлежность любой языческой культуры. Так было всегда на протяжении многих веков и у разных народов. Как мне кажется, ключ к пониманию того, что это такое, дает такой интересный эпизод. В XIX веке жил такой замечательный собиратель древности, Артынов. Он работал и с древними рукописями, из монастырских собраний, из частных собраний. Многие эти рукописи впоследствии уже сгорели. Он опрашивал местных жителей в местах такой вот сакральной географии России. И вот удивительное предание было записано им на реке Волхов в месте, которое называется Грузино. Оно связано с преданием о путешествии на север, о хождении на север святого апостола Андрея Первозванного. Вот на берегу Волхова стоял терем. В нем жил языческий князь Перей Туча со своей семьей. И вдруг сын этого князя заболел какой-то злокачественной сыпью. В общем, ужасное состояние, все тело в язвах. Жрецы сказали, каждого, кто проплывает по воде, надо убивать и смазывать эти раны кровью. То есть спасется через воду и кровь. Вот такая формула прозвучала. И действительно это происходило, но юноша становилась все хуже. И вот плывет очередная ладья, захватывают тех, кто находится в ней. Андрей Первозванный, святой апостол, несет этим людям благую вещь. И весь дом уверовал, весь дом крестился. И сын уверовал, был причащен крови Христовой и исцелился. Вот какая вода и вот какая кровь имелась в виду. Видите, вот в этой жреческой среде, видимо, с каких-то времен прямого богообщения человека сохранилось свидетельство о том, что когда-то человечество будет исцелено, в том числе от чесотки язычества, человечество исцелеет, ход человеческой истории изменится через кровь Спасителя. Но вот эти многовековые искажения, человеческий грех, они привели к тому, что вот эти человеческие жертвоприношения стали прямо противоположным тому, что имелось в виду изначально. Действительно возникли сообщества жреческие, скажем так, которые считают, что принесение человеческой жертвы, человеческой крови, это самое дорогое, что может быть, способно изменить ход человеческой истории в нужном для них русле. И вот применительно к тому, что происходило с царской семьей. Конечно, все это, все это версии, все это гипотезы. Ну как вот, скажем, верующего человек убеждает то, что царская семья являлась, например, старцу Николая Гурьянова на острове Залит. После этого он говорил, что мучили святых страстотерпцев в течение шести часов. Существует версия о том, что головы в результате были отсечены и заспиртованы. И вот те очевидцы, которые по сведениям некоторым видели эти головы, свидетельствуют. Голова царя была совершенно седой, он посидел, видимо, моментально. Лицо царицы было со следами побоев, нос был сломан. Ну, конечно, я думаю, что эти ритуальные вещи, которые происходили и которые были описаны Владимиром Ивановичем Далем, они, может быть, в какой-то концентрированной степени присутствовали здесь. Потому что вот сейчас исследование и Мультатуль, и других известных историков говорит о том, что, по сути дела, следы расстрела, наверное, были все-таки заметанием следов, чем-то декоративным. Ну, постреляли по стенам. Вообще-то, в тесном замкнутом помещении, когда стреляют из винтовок, из другого сильного оружия, с сильным боем, когда 11 расстреливаемых и 11 человек стреляют с рикошеты, просто уничтожили бы всех тех, кто и стрелял. А пуль был выпущен огромное количество. Похоже, действительно, это была инсценировка. И вот этот вариант использования каких-то шваек, стилетов, вот такого граненого холодного оружия, опять-таки, напоминает нам вот о тех изуверствах, которые описаны Владимиром Ивановичем Далем. Источение крови и использование ее затем в ритуальных целях. Вот теперь мне хотелось бы перейти вот к каким вещам. Обычно на это как-то внимание не особенно обращают. У этого, у ритуального убийства царской семьи, есть много таких специфических признаков, кроме вот одной темы, о которой мы поговорим, вот об одной теме как-то не говорят. Вот тем людям, которые в теме, что называется, известно, что все было сделано по законам, так сказать, симпатической магии, потому что считается в определенных кругах, скажем так, черномагических, что каждый предмет, который подобен другому, или который называется подобно, он связан со своим собратом, который, может быть, находится далеко. И вот, скажем, воздействуя на тот предмет маленький, который под рукой, ты воздействуешь на подобный ему предмет, который находится далеко. Ну вот это, так, черная магия использует куклы, куклы кого-то человека, укол, и там человеку больно, если он не защищен молитвой, не защищен причастием. Конечно же. Поэтому смотрите, какие признаки. Да, в ночь на 18 июля по иудейскому календарю праздник 9 ава – это день разрушения Соломонова храма. Праздник очень специфический. Да, странный выбор вот этого Ипатьевского дома, который в народе назывался домом Шаравьева, как угодно, потому что местные жители помнили прежних долговременных владельцев этого дома. Незадолго до этого страшного действия в Ипатьевском доме дом был куплен инженером Ипатьевым, и опять-таки в этом усматриваются такие моменты симпатической магии. Ипатьевский монастырь, где династия Романовых пришла к власти, и Ипатьевский дом, где решили эту династию пресечь. Есть еще подобные же примеры. Таким специфическим каббалистическим числом является 11. 11 жертв. Не будем уже вдаваться в эти подробности. Ну вот смотрите, впервые, наверное, о ритуальности этого убийства заявил следователь Соколов, который в том числе обратил внимание на вот эту каббалистическую запись на стене дома, которая одним из специалистов, эмигрантов, была расшифрована впоследствии, как такой текст. Здесь по приказу тайных сил царь был принесен в жертву для разрушения государства, о сём извещаются все народы. Для разрушения государства. Вот смотрите, и теперь тот момент, который связан, всегда связан с такими вот ритуальными, особо значимыми ритуальными убийствами, потому что помазанник Божий, его убийство, это уже из ряда вон выходящий факт. Царский друг Григорий Ефимович Распутин, по сути дела, его ритуальное убийство, оно предвозвестило нечто подобное, что произошло потом с царской семьёй. Как-то странный случай произошёл с Григорием Ефимовичем. Его заманили в ловушку, поставили на колени, положили на голову Епитрохиль и заставили, насильно пытались заставить его каяться в самых разных грехах. Ну в каких грехах? Которые были у всех на слуху, которые были придуманы, раздуты по заказу Брюссельского съезда масонских лож. Это и самосвятство, и хлыст, и разврат, и любовь к стяжанию, и многое-многое-многое другое. Вот невиданный масштаб клеветы был обрушен на Григория Ефимовича в прессе, и в слухах уже в то время. Невиданный масштаб клеветы предшествовал, и потом это продолжалось в связи с убийством царской семьёй. Поэтому вот ту клевету, которую сейчас повторяет фильм «Матильда», мы должны рассматривать, как мне кажется, в таком контексте. Смотрите, царь принесён в жертву для разрушения государства. Да, государство было разрушено, но не до конца. В виде квази-империи СССР сохранилась значительная его часть. Тогда же, в 1977 году, популярнейший в то время писатель Пикуль начинает писать свой роман, всё о том же роман, который называется «Нечистая сила». Название-то какое. И вот народ всё это читает взахлёб, с удовольствием, внимает, верит. Верит якобы исторические романы документальные. По историческим меркам проходит буквально доля секунды, меньше 20 лет, и вот уже за беловежеским столом сидят три портаппаратчика. Один из них очень сильно нагружен, конечно, не только водкой, понятно, что он там в туалете заснул в ходе этих переговоров. Он был нагружен вот этими, говоря языком магии, симпатическими связями. Человек, который разрушил Ипатерский дом, разрушил уже Советский Союз, эту квази-империю. Но ведь остаётся ещё огромная часть бывшей Российской империи. Остаётся так называемая Российская Федерация. Процесс продолжается. И сейчас выход вот этого клеветнического фильма надо рассматривать в этом контексте. Тем более, что как раз к этой вот дате 100-летия так называемой Великой Октябрьской революции, один из известных московских театров, готовит постановку той же самой нечистой силы. Как всё складывается? Вы чувствуете, что речь идёт о существовании российской государственности? Как мне кажется, нас учить чему-то должен не учитель, а священная, сакральная история нашей страны, трагическая история развала империи, развала Советского Союза и, конечно же, готовящегося нашими врагами развала нашей современной государственности. Вот в каком контексте мне хотелось бы вспомнить фильм «Матильда». Да, собственно говоря, и всё, чего ещё. Там, конечно, есть масса всяких нюансов. Можно вопрос? Да. Я просто недавно снимали, Стирлигова застали, проходя мимо. И, значит, спросили у него это отношение. Очень радикально, значит, высказался он по поводу убийства. Но, собственно говоря, основная канва какая-то, что этого убийства не было. Ну да, что, да-да-да, что бежал в Англию, правил под именем Георга, да, правил Англии Николай II. Это то, что, собственно говоря, как в криминалистике, как везде, когда хотят кого-то спрятать и увезти, инсценируют убийство, подкидывают части тела, которые опознать, идентифицировать, ну, по тем временам это невозможно было, что там дать. Как вы относитесь к такой версии? Насколько она... Да, с моей точки зрения, да нет, с моей точки зрения, всё-таки это бредовая такая, совершенно бредовая такая вещь. Действительно, когда человек отпал от церкви, как Герман Стерлигов, он, конечно, для него уже и вот канонизация царской семьи, всё это не указано. Значит, короче, все дураки канонизировали царя, и только Герман знает подлинный смысл истории. Здесь, может быть, ещё можно было бы сказать, вот мы заговорили о такой, может быть, наиболее страшной части этого ритуала, об отсечении голов. Вы знаете, в 20-е годы был ещё жив и писал очередные свои произведения. Достаточно известный в годы Серебряного века писатель Борис Садовский. Он написал роман под названием «Шестой час». Ну, совсем короткий текст, но тем не менее называется романом. Он был опубликован, естественно, только в наше время, иначе и быть не могло. Он писался, конечно же, в стол. И вот, среди прочего, там есть удивительный эпизод, когда два комиссара сидят в доме бывшего губернатора, пьют водку, вспоминают свои революционные подвиги, и один другому говорит, среди прочего. Хорошо ты придумал, Мунька, изъять из захоронений головы всех известных русских людей, обезглавить, обезглавить русских. Пушкин, Гоголь начинают перечислять, а потом через некоторое время добавляют царей, царей не забудь. Удивительная вещь. Очень мало кто в те годы знал, что, оказывается, Гоголь-то уже лежит без головы. Пушкин лежит без головы. Шиллер, Шекспир и так далее. Это касается ведь не только России. Фёдор Кузьмич, старец Томский, я глубоко убеждён, что это Александр, благословенный государь, без головы. И вот в этом контексте версия отсечения царских голов представляется мне достаточно убедительной. У этого, конечно, есть простое объяснение. Головы предъявляются как доказательство того, что совершено. Совершено. С какими-то очень тяжёлыми ящиками в разгар ту страшных событий. На волоске висит красная диктатура, тем не менее руководитель спецслужбы Дзержинский едет повидаться с семьёй в Швейцарию с какими-то тяжёлыми чемоданами. И потом ещё, по воспоминаниям его супруги, которая там поджидала его, такой эпизод мы знаем. Плывём, кажется, по Женевскому озеру, пишет она с Феликсом Эдмундовичем. И вдруг на этом пароходе, кто бы вы думали, Локкард, ну это англичанин, который, по сути дела, здесь руководил в Петрограде всеми революционными процессами, представителем британской спецслужбы. Ну, Софи Мушкат, супруга Дзержинского, пишет, конечно, он не узнал, Феликс Эдмундович, как он мог представить себе, что вот в этом респектабельном господине здесь оказался сам руководитель ЧК. Ну, конечно, это такие вот наивные восклицания. Я думаю, что как раз эта встреча была не случайной. И куда же эти головы делись потом? Ну, существует версия, что они находятся в основании мавзолея. Честно говоря, я сторонник другой версии. Дело в том, что мы знаем о судьбе голов разных знаменитых людей, которые и аккумулируются в помещении такой ложи с очень специфическим названием «Череп и кости». Ложа эта элитарная, она действует в, опять-таки, элитарном Ельском университете США. Членами этой ложи были президенты США Буш старший, Буш младший, многие другие, сенаторы, генералы и так далее. Так вот, как правило, на слуху, значит, история, там, скандал с главой знаменитого вождя племени Апачи, Джеронима. Ну, обычно в этих публикациях говорится, что, а скандал связан с тем, что дедушка Буша, он выкопал из захоронения в нарушении законов США этот череп знаменитого вождя, принёс его вот в это собрание. Существует какое-то собрание черепов. И поэтому, когда возникает вопрос, куда же всё-таки деваются вот те главы знаменитых людей, которые исчезают по всему миру, ну, вот мы знаем этот специфический адрес, и это ложа, помещение, которое имеет, опять-таки, необычное название, гробница. Гробница. Дело в том, что вся вот это вот масонское, всё это масонское представление о мире, об управлении миром, оно ведь имеет каббалистические корни, а в Каббале считается, что, как вы знаете, Каббал верит в переселение душ, в Каббале считается, что если ты овладеваешь главой поверженного врага, то тогда уже душа этого врага не вселится ни в какое новое тело. То есть враг убит окончательно. И когда эти люди действительно обезглавливают вот в таком символическом плане целые народы, и получается то, что получается, как раз мы об этой ложе черепа кости начинаем узнавать с XIX века, когда она была создана, и такое ощущение, что по мере накопления вот этой коллекции черепов, вот эта вот какая-то мистическая власть Америки над всем миром, она укрепляется. Но вы знаете, народ – это ведь такой организм, что у народа с Божьей помощью может отрасти новая голова. И я надеюсь, что в России будет царь помазанник Божий и будет иерархическая опора трона тех верных слух, которые и сейчас мы знаем. Верны царю, верны монархической идее. Еще два вопроса. Нет, нет, да. Ну, собственно говоря, есть официальная версия расстрела, отсадка семьи забежала после веков, расстреляли, потом надругались, расчленили, осыпали, там закопали, обезглавили, в том числе, что иметь, ну, то есть, собственно, в официальной версии, я так понимаю, обезглавливание не фигурирует. Ну да, конечно. Не перепактать, да, сейчас мы с останками, там все в порядке. Фрагменты. Нет, конечно. Вот, собственно говоря, вот это сейчас, вот эта комиссия, мудреная, которая нам будет подсовывать какую-то... Очередная. Очередная комиссия. Ну да, которая нам будет подсовывать какую-то, опять-таки, каббалистическую ерунду, какие-то, какие-то эти, знаете, эти генетические исследования, которые, я думаю, что, что лаборатория не произведет, это будут разные результаты. Вот. Когда дело касается таких серьезных вещей, конечно, всегда найдутся эксперты, которые докажут все, что нужно. Вы понимаете, что эта экспертиза, она, в принципе, она и должна доказать, что не было никакого ритуального убийства, что не было никакого отсечения голов. Это вот только такие люди, вот маргинальные, типа Воробьевского и других его соратников говорят о таких вещах. Сейчас мы не можем к этому... То есть до сих пор мы не можем... Я думаю, я думаю, да, что самые важные документы, они закрыты. То есть каким-то образом стало известно имя там Юровского, Выхина, там еще кого-то, да? Нет, ну это же все, это же все официальная версия, что большевики там чуть ли не в результате самоуправства решили расстрелять, расстреляли, расстреляли все и куда-то такой там. Сейчас, как сейчас уже говорят, не уничтожили тела, а вот теперь их находят. Хотя на самом деле, насколько я знаю, вот те останки, которые приписывают царю, это останки достаточно грузного, отнюдь не спортивного такого человека, как был государь, человека. Они, насколько я знаю, лишены таких признаков, как перелом ноги, у государя был перелом ноги, он упал отца с лошади однажды. Вот эта знаменитая травма, полученная в Японии, травма черепа, опять-таки, нет этих следов. Зато какая-то мудреная, никому не понятная генетическая экспертиза. Она может доказать все, что угодно. Понятно. Следующий вопрос. Понятно, что совершено, к примеру, ритуальное убийство, обезглавливание. То есть, если мы, все народы воспринимает, обезглавливание, это там, грубо говоря, свержение струна, на самом деле, ритуальный смысл, это физическое обезглавливание страны, то есть, похищение голов, сборы, это в каком-то там тайном обществе, нечистой силой, вот вопрос, обратная процедура и снятие этих проклятий. Церковь русская, православная говорит, например, покаяние должно быть русскому народу. В чем это выражаться, должно это как-то выглядеть, непонятно. То есть, вот на самом деле, есть ли, грубо говоря, процедура или покаяние, народное покаяние или еще как-то. В чем заключается вот этот смысл? Понятно, что из семьи Романовых, после смерти Романовых, Николая Второго, на самом деле, особо никто на данный момент не претендует стать монархом России. Есть какие-то попытки средств массовой информации выдвинуть какого-нибудь одного из потомков на свет Божий? Нет, такой проект, проект, кстати, лжемонарха существует. Существует. Он тоже ритуал. В том-то и дело, что мы-то с вами ждем царя-помазанника Божия. Да. Вообще ведь, вот православное население страны, оно ведь на самом деле высорковленное население, оно ведь очень малочисленное. Оно, ну, субъективно себе сколько-то может 70% населения назвать православными людьми. Но все-таки ведь православный человек это тот, который все-таки как-то вот к таинствам подходит. Вот не просто надо в храм заходит со свечкой. Таких людей, таких людей очень мало. Поэтому и вот общенародного покаяния это как-то пока трудно себе представить. Какая-то часть православного населения, да, вот, оно сердечно способно каяться, сердечно просить прощения у царя. А остальные люди, ведь они ходят как в тумане. Совершенно очевидно, что вот вот это, когда удерживающая сила зла, сила пала, государь, что началось в мире. Гражданская война, концлагеря, Вторая мировая война. Мне могу сказать, что, ну, шла Первая мировая война. Чем она, чем она отличается от Второй мировой войны? Да вы знаете, очень много чем отличается. Потому что, потому что Россия стояла в ходе Первой мировой войны на пороге победы, когда государя убили и отлучили от власти. и потери Российской армии составляли, боевые потери составляли миллион человек. Большие, конечно, но вы понимаете, что они не сопоставимы с теми потерями, которые мы понесли в годы Второй мировой войны. Страна, которая развивалась необычайно динамичным образом, я имею в виду Российская империя, которая, население, которое по определению Менделеева, он был еще и демографом, ко всему прочему, к середине 20 века должно было составлять 500 миллионов человек. И что вместо этого? Так сказать, лучший генофонд уничтожен. Страшные процессы идут. Нам могут сказать, что великая и устрашающая весь мир Сталинская империя и постсталинская империя. но вы знаете, десятки миллионов, если не больше, погибших людей, в том числе русских людей, это, как сейчас показывают современные события, невосполнимая утрата какая-то для нашего народа. Вот все это последствия того, что царя оболгали, отстранили от власти и ритуально убили. Сейчас второй акт вот этого ритуального надругательства. Теперь уже над памятью царя, который, конечно же, молится о нас. Вот и, возможно, вот эта невероятная победа Второй мировой войны, в том числе и по его молитвам произошла, поскольку он ведь главнокомандующий русской армии. Вот как мне кажется, вот этих метафизических духовных моментов по-прежнему не понимает наше общество и не понимает наше руководство, по-моему. Очень вроде бы прагматичное, но мне кажется, этот прагматизм совершенно в какой-то серьезной перспективе не прагматичен. Совершенно не прагматичен. Вот такой инженерный подход к делу побольше танков армата, они хорошие, наверное, что в сердце человека, который сидит в этом танке, который сидит вот с учебной аудиторией, что в сердцах людей, что в умах людей. Поэтому, к сожалению, пока Россия, наш народ и не способна в должной мере ответить на тот вызов, который брошен всем нам. Выжив страшный, речь идет о существовании нашей государственности и о существовании нашего народа. Вот, тем не менее, по-прежнему русский народ находится в самом плачевном состоянии. Хотя, вот, есть люди, которые принадлежат к другим нациям, которые говорят мне, вот, мои знакомые, там, татары, например, если русских додолбают окончательно, то здесь не останется никого, ни наш, татар, ни гордых чеченских горцев, не останется никого. Придут китайцы или кто-то еще, и будет пустыня, не останется никого. Конечно же, русский народ имеет особое значение в жизни нашего государства. Русский народ в первую очередь создал наше государство, русский народ создал его потому, что он способен к жертвенности. Вот, когда тебя приносят в жертву, когда тебя убивают, когда тебя мучают, вот, и пытаются таким образом управлять ходом человеческой истории, это одно. А когда человек добровольно отказывается от материальных благ, чтобы помочь другим, когда человек идет в первую очередь на войну, чтобы защитить всю страну. В свое время же ведь Баграмян, человек явно не русский, говорил, если в соединении меньше 50% русских, оно небоеспособно. То есть, ко всему прочему, еще и жертвена русская кровь, это основа нашей государственности, нашей силы. События 100-летней давности, это обезглавливание России, это ведь событие не политическое, это событие сугубо духовное, мистическое, метафизическое, которое уже имеет, в свою очередь, политические, экономические и прочие последствия. Поэтому вызов был брошен духовный, и ответ должен быть адекватным, он должен быть духовным. Его может дать только русская православная церковь, его может дать только опора на Бога. Ну вот покаяние, вы знаете, я считаю, что, ну, наверное, всегда какая-то существенная часть населения является таким вот болотом. Но ведь существует и такая соль земли, люди, которые являются солью земли. Вот я считаю, сейчас нас слишком мало, православных, поцерковленных людей для того, чтобы события приобрели качественно иной характер. А мне кажется, это может и должно произойти. Во всяком случае, вот я, когда какие-то свои догадки о будущем России начинаю выстраивать, всегда для меня вот таким оселком, способом проверки является соответствие священному писанию. Потому что мы знаем, что события Ветхого Завета являются прообразом событий Нового Завета. Значит, вот те события, которые мы сейчас переживаем или будем переживать, они как-то отражены и в Новом Завете тоже. И вот смотрите, какая ситуация. Ну, во-первых, вот все-таки мы чаем возвращением монархической России, как некого идеала. мы чаем создание империи, возвращение империи. Возьмем такие вот ключевые точки человеческой истории, создание величайшей в истории Византийской империи, тысячелетней империи. Когда вообще скажешь о ее даже физической мощи, ну, для современного человека, живущего в мире инфляции, дефолтов и так далее, это, наверное, понятно и поразительно. валюта Византии, золотой Визант, была стабильна в течение 500 лет. Полтысячелетия стабильность вот этой валюты. Ну, понятно, как следствие духовного состояния. Так вот, во времена Константина Великого статистика еще была римская, замечательно, все было подсчитано. порядка 7-10% были христианами, но эти были люди закаленные, закаленные гонениями. Потом уже при поддержке государства, естественно, это число стало увеличиваться. Другой страшный момент падения Российской империи. 20 лет больше было, 26 сценариев развития России. Он все ярко, убедительно, с фактами, дом остановился, потом развал металлургии, цепочка пошла, развал экономики. В общем, любой сценарий приводил к тому, что развал России, полный распад и коллапс. Но вот прошли годы, и какие бы трудные времена мы не переживали, выясняется, что Россия живет по 27-му сценарию, который не был учтен великолепным человеком. Почему? Потому что в этих раскладах не был учтен всего-навсего, в кавычках очень маленький факт. Господь Бог творится этого мира. Вообще, вы знаете, в астрофизике есть такое понимание, что где-то существует черная доладора или колоссальная какая-то невидимая черная звезда. Ее не видят астрономы, астрофизики, но могут просчитать за счет той гравитации колоссальной, которую она оказывает на целой галактике, изменяя траекторию их движения. Так вот, если смотреть не на астрономическое, а на духовное небо, надо понять, что в нем опять-таки находится неизмеримое тело, неизмеримая гравитация, которая способна изменить ход любого процесса, траекторию, самую негативную траекторию развития событий. Вот к этой силе надо обращаться. Вообще, наверное, люди, которые как-то тонко чувствуют, что происходит вокруг, они ощущают, что мир идет сейчас по лезвию ножа. Очень неустойчивая ситуация. Качнемся вправо, может быть, обречем еще точку опоры. Качнемся влево, полетим в пропасть бездонную. Так вот, есть такая неустойчивая ситуация, я обращаюсь к каждому человеку, то, может быть, на нужную чашу весов нужно бросить, и просто не хватает этого веса крыла бабочки, а может быть, веса всего-навсего одной молитвы. Одного человека, который никогда не молился, никогда не обращался к Господу, и вдруг вот за целые поколения его предков рука заржавела, и вдруг она как вот со скрипом вытянулась к колбу, она совершила это крестное знамение. И вы знаете, и вы знаете, вот те враги России, враги русского народа, враги православия, которые плетут интриги, собирают черепа великих людей, совершают ритуальное убийство, совершают ритуальное кощунство, плетут ритуальную клевету, у них ведь не все получается, не все получается, потому что существует Господь, но в то же время долготерпение Господа поражает. Мы никакие, мы никакие в этой духовной войне, даже вот я обращаюсь к тем людям, которые называют себя православными, идет духовная война, мы конечно не можем себя сравнить с такими бойцами элитного духовного спецназа, как там Сталис Паисий и другие, но хотя бы в обозе то можем быть рядовым обозной командой и подвозить хотя бы снаряды к передовой, должны что-то делать, должны совершать, не ждать, что Господь вот сейчас возьмет и пошлет царя, а совершать каждому незаметный подвиг повседневности, молительный подвиг повседневности, каждый человек утром просыпается, холодно и не хочется вылезать из-под одеяла, и вот мысль мелькает, еще чуть полежать и потом по-быстрому Господи помилуй, или все-таки считать и вычитать правила, если одеяло откинуто и молительные правила прочитаны, а потом сердце разгорелось, разгорячилось, молитва заработала, может еще человек помолился, значит подвиг повседневности начинается, он продолжается потом по дороге на работу, на учебу, неоязыческое окружение кругом, но тем не менее человек ведь со святыней хотя бы с нательным крестом движется по городу в транспорте, значит он совершает несанкционированный маленький крестный ход, и этими траекториями может быть опутана вся территория города, вся территория местности, крестный ход он ведь действительно очищает пространство, когда человек работает, учится с молитвой сделанное дело отличается, когда человек в лучшую сторону от того, что без молитвы сделано, когда человек приходит домой уже усталый, бегут дети, внуки, папочка, папочка или дедушка, вот не дай Бог, когда человек скажет, ой, ребят, я так устал, давайте там я полежу, да пройдут годы, и ты когда почувствуешь, что с твоими детьми что-то не в порядке, ты скажешь, сынок, а человек такой, давай поговорим, он скажет, пап, я занят, все, у меня своя жизнь, свои дела, пока они бегут, пока они доверяют, надо обнимать их, надо заниматься с ними, надо читать им, надо побеждать интернета-капьютер своей, своей харизмой, так сказать, надо целовать их в голову, они от этого умнее делаются, и потом уже, когда ты совсем устал, и опять повлечь сразу, или все-таки, или все-таки помолиться в красном углу, и если день прошел, как надо, ничего вроде бы такого выдающегося не произошло, подвиг повседневности совершен, он ведь, этот подвиг, не телегиничный, он не интересный для историков, и для писателей, для историков и писателей, интересны преступления, под названием революция, под названием война, которая является тоже, между прочим, скрытой формой массового, ритуального жертвоприношения людей. А тем не менее, каждый из нас, независимо от того, кто он в этом мире, человек известный всей стране, или вообще никому неизвестный, может и способен совершить этот подвиг повседневности, и бросить спасительное крыло бабочки на нужную чашу лесов. Но это уже какая-то лекция, вообще там в советское время, глава князя Владимира исчезла, вот такой был академик Каргер, по-моему, Каргер, нет, или Герасимов ее затребовал для своего псевдонаучного восстановления внешности, а вот и она исчезла. Тоже, вот глава князя Владимира исчезла, вот такие главы. Там я сейчас сразу на память, может быть, и не вспомню, но просто вот ключевые, ключевые фигуры, ключевые фигуры, именно вот голову их, голову их исчезают. Для этой вот сомнительной экспертизы брали, ну, казалось бы, что есть совершенно очевидные вещи, есть там какие-то ткани, пропитанные кровью государя, чего еще сравнивать-то? Надо было вскрыть могилу Александра Третьего. Вот тоже фигура, ведь грандиозная, великий государь. вскрыли, оторвали голову и показали всей стране. Вот так вот, по телевизору. Это что вообще? Это на патритуалы похоже. А то же самое все время было сделано с главой Софии Палеолог, также ее захоронение. Представляете, что только София Палеолог для русской истории, какая знаковая фигура? Тоже исследователи, ученые, Получается, что они участвуют в этом процессе. А представляете себе, такое кощунство? Ведь когда это произошло с главой Александра Третьего, я даже все время об этом писал немного, сразу же ведь пошли последствия в мире. По-моему, как раз вот в момент начала этих исследований как раз вот самолет-то был с бедурками наш. И целый ряд еще было таких вот последствий. Вот каждое такое ритуальное действие, оно обрастает тут же реальными, страшными последствиями для России. Мне кажется, у людей, которые там, в том числе, занимают какие-то важные должности в нашей стране, просто уже отсутствует инстинкт самосохранения. Самый неверующий человек, когда его там приспичит, прижмет, он на фронте «Господи, Господи, помоги!» И вдруг раз действительно Господь помог. Но здесь-то судьба государства, да и твоя личная судьба хоть и государство зависит от того, если государство пока в силе еще находится более-менее, то и руководство странной безопасности. Неужели судьбы, неужели синдром Саддама Гусейна не посещает Кремль, например? Саддама Саддама Продолжение следует...